вот ребят я не помню у нас есть зеленый желтый теодорус по моему желтый есть вот насчет зеленого что-то я сомневаюсь вообще жалею что мы конечно на самолете потому что я столько хочу всего языке и увезти но нельзя вес друзья мои мы пошли делать съемки дальше у нас сегодня еще много много обзоров запланировано соответственно от вас жду подписку лайк ниже не жалейте нам очень приятно про консультации напоминаю о них не забывайте когда нужно индивидуалку получить про стрим тоже все помните вопросы пишем общаемся добавляйтесь в инстаграм всю информацию именно такую вот да то что происходит на данный момент и сейчас все скидывает туда концовки примерно одинаковые у всех видео а потому что это все у нас в один день снимается и да во всех видео в одной той же футболке финтор опять же да почему и в россии вывели почему в турции есть если скажу где производится рейлинг у нас есть вот эти корзиночки дима не очень удобный для всего брали и сейчас перри по вот это перекупы я называю они мы перекупы кто продает это на авито за реально бешеные деньги кстати сделано в китае никаких санкций ограничений нет почему нельзя в россию водить неизвестно в общем кому надо welcome в турцию и стамбул кто отдыхает покупайте визиты я не повезу кровать с лату тканевая кстати дешевле они здесь чем у нас стоит как новинка металлический каркас ребята ну полноценную конечно обзорку мы не сможем сделать ламели да но ламели видишь уже они также здесь деревяшка железная ножка соль но я с турецкого перевести вам ничего не смогу метр сорок то есть на эту кровать мы ждем никак не дождемся здесь она уже есть в разных размерах из ножей у нее нет совсем обтянута она полностью тканью ты ткань показал крупный показал да такие вот стыки ну в принципе она такая вот она не должна стоить дороже 10000 на кровать дороже 10000 эта кровать стоит не должна у нас чем-то на 14 выше смотрите чая нашла стою сейчас распродажи 700 лир черный цвет этикета белый цвет без распродажи 750 лир ребят смотрите какая удобная штука опять же почему у нас нету такого я вам сейчас еще ширму покажу вообще в общем три ячейки хм нас и небольшая вешалка а зал спальня гардероб коридор детская можно использовать как консольную полку дополнительно смотрите вот такой интересный то есть ячейки блин я у меня даже у меня фантазии такой дождем чтобы хэмс может быть оси да у нас есть что ширм то нет в кейда вообще нет от слова совсем а вы в курсе что усти сидаль тоже ширма есть и такая вполне нежненькая красивенько и стоит она 700 мир и вполне адекватный ценник я считаю за эту ширму до с деревянную а еще есть ширма ресер 800 лир смотри какая громадная пластиковые панели вот это просят салоны красоты у нас ходят за бешеные деньги в городе делает ширма почему почему нельзя это производить в россии почему откуда с космоса не выключайся пойдем я снова нашла то чего нет у нас это стеллаж брор состоит отдельные секции полу крючков вот такой стеллаж стоит 610 лир вот такой семьсот шестьдесят лир ребят металлический вот такие бабушка пирожки ребят все помнят сколько в россии рабочих кресел быстренько зайдите на сайте почитайте 5-6 по моему не больше на сайте вообще когда клиент показываешь они говорят а ну дальше дальше я гуля нету больше а как нету у икеи было столько кресла нет ребята что у нас сейчас либо дорогой марку за 13000 либо ничего ну парочка тканик есть здесь их сказать что дофига ничего не сказать и мы вам сейчас их все покажем вопрос пока толпа народу ходит давайте вот отсюда начнем 9 тебе здесь не сильно темно вот такой вот рабочий табурет стоит 850 лир о смотри и те ой мамочка нет не закручивать у него по бокам вот этот штучка и я оба я ежу газовый упор называется запомнила а дальше джейл 1800 лир ребят кожа 10 лет гарантии до американская стилистика да ну ты знаешь вот если в марку вот да вот давай хорошо маркс удобно есть изголовье но маркус для меня глубокий и получается что на марку си я сижу в основном вот так вот здесь я могу сесть в полную задницу и у меня ноги все равно половина будет плюс есть регулировка хочу откинуться и он жестко держит спину ты в нем не проваливаешься поэтому получается 1800 на 10 это 18 тысяч около 20000 кресла но она еще при этом в коже полностью металлическая ребят как вам ценник может быть у кого-то у нас же подписчики со всех стран может быть у кого-то есть в эксплуатации данное кресло покажу что у нас сзади да вот небольшая регулировка спинки можно то есть опустить совсем можно поднять у меня пораненный палец сильно не разбежишься здесь все металл не знаю дороговато нет блин ну когда за тряпку 12-13 тысяч просят может быть и ничего пойдем дальше по креслу ренбергер пропало это кресло из россии полностью да но среднее да но средний эксплуатируется но такой ценник тоже нужен и смотрите какая удобная штука на для нас это че это че 70 лир а 70 лир 700 рублей 800 нет это это видишь под пояс ну хотя бы да из бюджетного кресла сделать ну в россии то этого нету кстати если ничего с подушкой спину держит то есть не да да вот смотри вот как вот маркус я сижу то есть я сижу не на полной спины а у моей спины а если нам ее купить она легкая да уместится ее снимать можно тогда ты без ботинок мяу что еще могу вам сказать кресло с круста которые у нас полностью вышли из ассортимента здесь есть в сером цвете в коже есть 650 лир около 7000 обзор полноценный пак с крусти есть на канале отдельно не буду про него рассказывать кому интересно заходите поглядать почему есть лимоны вон они и ножки есть ты просто не увидел не заметил маркус ткани из россии пропал давно как обычно вышел из ассортимента здесь есть 1000 лир черный маркус кожи стоит примерно столько же сколько у нас плюс есть вот такое вот кресло джар джо лет не знаю как правильно ну вот примерно так аналог маркуса тоже подушка пошире тоже глубокая откидывается дим я бы сказала там маркс помягче почему постели для дома более домашние это потому что совсем вот то есть вот есть но есть возможность да то есть она хорошо впишется в интерьер да да в нижнем у нас только либо удобно либо никак цвет да кстати для вот такой вообще для дома шикарно было бы да здесь ребята тут 4 цвета синий белый такой с серинкой в коже и серый классический дим каждый решает сам по цене как я говорю никогда не нужно заглядывать в кошелек клиента я тебе об этом и говорю почему он дороже у него ценник маркуса если я бы увидел маркус и этот стул я увидел что он чуть-чуть дороже они одинаково стоят я бы вернулся домой и через недельки две под капельку ложку две так эти у нас есть про которые я вам рассказывала серая пожалуйста есть коричневая и есть черная а с круста есть еще в черной коже в черной эко-коже в белой об этом кресле уже страдают все давно но у нас шиш да черный уже облезший но минел у нас такого даже нет мы перешли в другую часть чтобы не отвлекать сотрудников от работы вот такой вот офисный тумбарь нилсерик стоит 300 лир а нет барник полноценный то есть для ресепшена ну конечно не не знаю насчет дим удобства спорно я с него съезжаю соскальзываю я соскальзываю нет неудобно неудобно округлая у меня жопа другой формы алиль холден как у нас народ страдал по ним вышли из ассортимента больше не продаются флинтан у нас даже такого нет можно с подлокотниками можно без подлокотников 650 лир серым в черном цвете это домашнее ребята кресло дома кресло не должно быть строго офисным то есть его поставишь вот это вообще почему любили вот это кресло оно выглядит его девочкам брали смотрите как красиво съемный чехол здесь бантики оно согласись дима оно именно домашнее можно постирать дома же все равно если например там ребенок подросток женщины не столько время за компьютером проводят но не считая допустим диму который за компанией вылазит меня если я не важно где то есть ком всегда потому что специфика работы такая а если люди ведут допустим образ жизни то сходили на работу ну что повернуть им не надо столько времени поэтому может быть менее удобное можно кресло но красивое и ценник тоже вполне адекватный так про это мы вам сказали вот таких я даже у нас не видела никогда блэккерберг примерно читаю в двух цветах 350 лир всего вот такое часто просят компактное с поддержкой для спины как этот за 1500 было рублей помнишь серенькая желтенькая мальтер мольер мальгер мальгер ой а смотри там еще пойдем пойдем видео кассет я много взял как Дима говорит Монь в шоке смотри оно еще есть такого зелено-мятного отгер эти кресла стулья есть такие в обеденной зоне а это рабочее кресло жесткое холодное но держит спину не дает вот сесть вот так будет просто неудобно то есть хочешь не хочешь ты должен загнуться и держать спину ой как так то вот эти кресла есть в Европе есть уже давно мы никак их не дождемся не так ощущаешь не дождемся никогда Вимунд 500 лир цвет получается вот такой бирюзовый не знаю меня смущает чехол Дима иди сюда он съемный но какой-то тонковатый хотя катышек нет но как-то в общем для меня вот он спорный вот такой чехол мне нравится больше Орфал по-моему кресто переводится продавались раньше в России пропали совсем брали их подросткам деткам они разные то есть вот он детский за 250 лир но еще не забываем не все дети как наш старший ребенок в 11 лет размером с взрослую тетю есть дети которые в школу будут рос по 128 им неудобно на большом стуле у них ножки поставить некуда а здесь именно креслица для них увы у нас вот такая история с географией как вам количество рабочих стульев рабочих кресел мы уже давно вместо рабочих кресел предлагаем стулья коконные потому что клиенту нужно закрыть потребность а увы икея нам ее не закрывает и приходится продавать то что есть я вот что бы я взяла домой Диме понравилось кресло за 1300 лир мне понравилось Дима развернись вот эти товарищи удобно держит спину попа не устает и вполне адекватный ценник и не громоздкие под любой стол его можно загнать нет вот этих подлокотников которые мешают загону друзья мои у нас я не знаю почему нет но это новинка может быть придет кстати все приклеено все приклеено вот такой набор мисок 40 лир нет вот такой набор мисок что я не пойму да 40 лир 40 лир и 50 лир хочу показать качество пластика ну просто толенькая очень вот возьми сам это видно да гораздо тверже чем колас линейка ну почти 600 рублей дороговато конечно тарелки нифига не дешевые смотрите теперь вышли из ассортимента в России вышли из ассортимента в России мы даже ребенку младшему купить не успели помнишь мы как хотели этот кран нету ребята как так пойдем нагрудники покажем у них даже нагрудников больше чем у нас смотрите маленький детский фартучек у нас нет такого у нас только большущий красный для рисования это для кормежки так эти у нас есть вот таких нагрудников у нас тоже нету про резинка получается то есть у нас только один вид а здесь два вида три даже вот еще третий тканевый и смотрите вот такие вот а сейчас объясню мужики не в курсе Дим вообще непонятно что это такое да это называется слюнявчик такой уличный то есть это кушать а это с ребенком идешь гулять и одеваешь ему как манишечку и все слюнки стекают не на кофточку ты видишь они какие красивые то есть их под любую одежку можно одеть они такие слюнявые нет Дим они сразу рождаются большими полосатыми волосатыми как ты обезьянами рождаются смотри у нас такого нет иди сюда офигеть лангур за 85 лир в сером цвете смотри какой красивый да неважно просто стильно смотрится понимаешь не все хотят белый стул как ты когда есть нет 8 нет целиком он стоит 730 лир нехило под 8000 дим скажи этот получается стоит не 1200 а где-то 1400 ну на 500 рублей почти дороже разница я не понимаю что вот это аксессуар ли 20 лир херли сяки я не понимаю что то аксессуар на 20 лир что ли ребят смотрите в россии вот этого нет то есть такая щеточка для мытья посуды сюда добавляете раствор для мытья покажи камеры в ресторане сколько народу вот 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 и моете то есть вот еще смотрите что есть чего нет у нас и про что нам говорят что это вышло из ассортимента билгенет вставка делает в италии ребят пять с половиной четыре с половиной лиры пятьдесят рублей то есть это вот недорогие лотки куда угодно полотенца которые были у нас по 19 рублей по 21 вышли из ассортимента так кстати мы первый этаж закончили 18 лир вот такая салфетница пластиковая с поняли да с утяжелителем просто чтобы салфетки не ездили не улетали с утяжелителем приблизиться не знаю может грамм 200-300 но не легкий сразу еще вот такие штучки есть которых у нас просто нет я думаю ни для кого не секрет что сковороды имеют свойство царапаться здесь предлагают вот такие фетровые за 9 лир вот такие две фетровые подстилки разного размера то есть положить между сковородками и что кстати обратила внимание как бы аккуратно показать девушку покажи сотрудница они в касках раскладывают товар в касках представляете уровень безопасности чтобы вот так в нижнем девчонки в касках раскладывали товар конечно пожалуйста оумберлик у которой проблемы с производством оумберлик у которой нет стали взять бы и привезти и привезти Пожалуйста, ели новинка Умберлик с другим покрытием. Нет встали? Нету. Для России нету. Умберлик большая сковорода. Ребята, ты как? Шенка. У нас нет такой шенки. Тяжелая, Дим. Она хорошая. Ну, началось. Идеалистка. Такой облегченный полуказан, полувок. 180 лир. Ребята, вы сейчас плакать будете. Антониус. Нету производителя. Не из чего делать Икея. Турция где-то в подвале ляпает. И подвал этот находится... Китайский, Китайский. Да, маленький Китай. В Китае подвал у Турции находится. Никто не знал? Я тоже. 130 лир. Классический набор. Он всегда стоит в районе 600 рублей. Ну, пусть даже сейчас он 1300, там, 1400 выходит. Почему убрали? Омберлик, на который тоже у нас нет стали. Ребят, может быть, выглядит предвзято, но я просто не понимаю. Объясните мне, пожалуйста, как на одну страну может быть товар, для другой страны товара не может быть. Почему? Бренд, который должен как-то, ну, я не знаю, говорить, что продаж нет. Мы когда привозили последние эти кастрюли, у нас клиенты переругались между собой, хорошо не подрались. Да, я злая. Прям вот. Не знаю, такое ощущение, что здесь собралось все, что вышло у нас из ассортимента. Наверное, с нижнего сюда переполон. Да, 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 сюда все специально. Пожалуйста. Мультик, который скороварка, пароварка икеевская. Их охрененно брали на подарки. Их брали, покупали на Новый год. Клокет, силикон. Стоит она 450 лир. Ой, а что такое? У нас такого нет. А, раньше были. Блин, я забыла, для чего они, грилл серия. Ее нет открытой. Вот, 40 лир. Ой, ну как противень, что ли, какой-то шла. Вот такого у нас гриллиртер нет. Вот такого нет за 99 лир. Вот набор для гриля. То есть любителю шашлычнику, мангальщику такой можно подарить, да? Нет, не обидный подарок. Не обидный подарок, да. Вот, смотри. Вот она, кстати, ринейка глиттер. У нас гриллтер. У нас есть только кисточка за 99 рублей. Ой, смотри, какой ковшечек. А под яйца 60 лет. Если можно под яйца, вот эти вот две штучки, посидите к ней. То есть сразу бери. Дим, я боюсь, мы не довезем. Довезем. Я ее вручную плату тоже. А куда я с ними сейчас пойду, по магазу? Нормально. У нас есть вот такие? Нет. Такие хочется? Да. Ну ладно. Я же говорила, кто у вас в семье транжира. Муж. Ну, Таня имеет свойство забывать обувь. Ой, Дим, со сколиком. Вот, вот. Попробуем. Вернешь. Страдал по 10-литровым Уберлик. Да, она дороже, чем это было в России, но она есть. За эти деньги кастрюля Уберлик, 10-литровая. За эти деньги нормальную кастрюлю не купишь. Люди поэтому страдают. Сенсуэл кастрюли у нас уже нет, не найдешь. Вот этих кастрюлей, забыла, как называется, ститтик, ститтик, тоже нет. Икеа 365, тоже нет у нас этих кастрюль. Не знаю, мне кажется, клиенты увидят наш обзор и скажут, летите или на газели езжайте, да? Ну, доставка будет золотая. 2,700. Что 2,700? Вот, наконец. 3,000 километров вперед, 3,000 километров обратно. Какую наценку стоит? А сейчас у нас доставка стоит 10%, мы едем за 600 километров, а здесь доставка будет 100% от цены. Никому. Мельницы очень дорогие, у нас 229 рублей, здесь получается по 350. Доска Алик-Тим, тоже дорого. Ой, смотри, у нас такого нет. 6 лир, вот такой ершик. У меня реально ощущение, что мы вернулись в Икею, которая была когда-то. Вот такая вот отжималочка для сока была всегда в продаже. Она вышла из ассортимента, стоит 30 лир. Проблемы с пластиком. Да, вообще всегда. Вот такой ковшик, матушка, помнишь, сколько моя пользовалась? Маленький, есть здоровый, вот, а был маленький еще. Ой, а вот это у нас дешевле, здесь он стоит 50 лир, то есть где-то 600 рублей почти, да, 550. А у нас он стоит 329. Так что не все плохо, господа, товарищи. Нет, касаемо цен на мелкое у нас дешевле. Вот она, линейка. Помнишь, противни были, консицы? Здесь они есть. Мне вот интересно, может быть, в Турции просто такие залежи товара, что они годами не распродают? А давай-ка сейчас посмотрим на упаковочный, когда произведено. 22-й год быть не может. По 1-й, потому что портал? Нет, произведено первую неделю 2019 года. У нас они пропали, были по 299 рублей, здесь они почти 50 лир. Пойдем еще одну штуку покажу. Мы с камерой включены? Вот такая вот, тоже у нас пропала. Мне просто интересно, куда все пропадает-то? Вот такая терка, мы ее используем до сих пор еще, но опять в России ее нету, а здесь две насадки. Прямо сковородочку сразу. Для твердого, для твердого, твердого, самого твердого сыра. Вот такая вот двусторонняя терка, тоже ее в России нет. А, это она же. Эти терки пропали. А, смотрите, что нашла. Вот такие вот подставочки под горячие. Ценник не нашла. Вот такие вот формочки по 13 лир. Это струна. Она сюда вставляется, натягивается. То есть, а это пилка, раньше струна была. Штучка для разравнивания крема. Кулек. Стоит 40 лир. Вырезать сердечки. Вырезать печеньки. У нас ничего этого нету. А у нас печеньки не едят. Смотри, какой кулек кулинарный. Он же плотный, он не рвется. Ребята, мне пора плакать охота. Почему так-то? Поймал? Вот этот набор за 40 лир. Это разравнивать и... Ну, как объяснить? Дима, зазубринки делать, да? По краям делать у торта. У торта. Волны вот эту сюда. Это для крема. А это разрезать идеально ровно коржи. Для ножа. Я как попала. Да. У кого какие мысли? То, да. Смотрите, какая формочка судочек. 30 лир. Для запекания. Стекло, как у уфтастов. Скорее всего, это Франция будет. Да, произведено во Франции 15 недель 19-го года. Стоит 30 лир. Удник. У нас такого тоже нет. У нас были только фарточки и полотенчики. Такие вот подхватки для кухонки стиля Прованс. Это самый вот так. Что Нина, есть? Нужное. Салфетки 16 лир стоят. У нас они стоят 250 рублей. Почти в два раза дороже. Видите, что-то у нас дороже. Дим, как так? Я не понимаю. Это у нас в каждом видео шок какой-то. Да. Откуда? Я понимаю, что мы, как посредники, могли бы зарабатывать гораздо больше. Не только делясь нашими знаниями, это отдельно. Про знания наши не говорю вообще ничего. Просто про ассортимент. Ребят, сейчас, чтобы в Икеа закрыть потребность человека, нужно извернуться. Раньше проблем не было никаких. Вы посмотрите. Здесь бешеное количество ассортимента.